Здравствуйте, уважаемые студенты! Меня зовут Боязитова Лира Табрисовна. Я доцент кафедры микробиологии Казанского государственного медицинского университета. Тема лекции «Оценка чувствительности бактерий к антимикробным препаратам» и более подробно мы сегодня разберем метод серийных разведений. Серьезной проблемой в здравоохранении не только в нашей стране, а во всем мире является рост долей устойчивых к антимикробным препаратам штаммов микроорганизмов. Согласно стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной правительством Российской Федерации в сентябре 2017 года, внедрение современных методов оценки чувствительности возбудителей инфекционных заболеваний к антимикробным препаратам должно обеспечить снижение риска развития резистентности. Наиболее информативным и точным методом оценки антибиотикорезистентности является метод серийных разведений. Основным регламентирующим документом, согласно которому проводится данная методика, являются клинические рекомендации, которые можно найти на сайте антибиотикрум. Основным параметром, который характеризует взаимоотношения между микроорганизмом и антибиотиком, является минимальная подавляющая концентрация МПК. Под МПК подразумевается та минимальная концентрация антимикробного препарата, которая подавляет видимый рост микроорганизма. В данных клинических рекомендациях есть подробные инструкции по проведению данной процедуры. И регламентируются следующие моменты. Рекомендуемые питательные среды в зависимости от вида микроорганизма, которому проводится данный метод. Концентрация инокулема, условия инкубации и критерии учета результатов. Различают два основных варианта метода серийных разведений в бульоне. Первый метод это макрометод, который требует наличия пробирок. И второй метод это микрометод, который можно проводить при величине конечного объема 0,2 мл и меньше. В настоящее время макрометод, пробирочный метод используется реже в связи с низкой производительностью. Этапами процедуры метода серийных разведений являются следующие этапы. В самом начале необходимо приготовить основной раствор антимикробного препарата и рабочий раствор антимикробного препарата. Рабочий раствор антимикробного препарата готовится из основного и при этом используется жидкая питательная среда. В дальнейшем в каждую пробирку добавляется инокулем соответствующей концентрации. При использовании метода серийных разведений макрометодом, пробирочным методом, этот метод требует наличия восьми пробирок. Готовится ряд двойных последовательных разведений лекарственного средства с использованием жидкой питательной среды. Этот метод обязательно сопровождается контролями. Во-первых, первый контроль это пробирка с чистой питательной средой, в которую антимикробный препарат не добавляется. В каждую пробирку вносится инокулем. Инокулем готовится на физиологическом растворе и конечная концентрация должна соответствовать 10 шестой степени микробных клеток. Пробирки инкубируются примерно 10, 18, 24 часа в зависимости от вида микроорганизма, либо же до появления видимого роста в контрольной пробирке при 35-37 градусах. Результаты учитываются либо визуально, либо с использованием спектрофотометра. Можно также использовать модифицированный метод с использованием добавления индикатора, по которому можно заметить изменение цвета среды. Следующая модификация метода серийных разведений, это метод серийных разведений в агаризованных средах. При этом методе готовятся тоже последовательные разведения антимикробного препарата, начиная с разведения 1 на 10 тысяч до последующего разведения 1 на 320 тысяч. Дальше вносятся по 1 мл каждого разведения антимикробного препарата в пробирки, которые содержат охлажденный до 45 градусов агар. Содержимое пробирок либо вносят в чашки Петри, либо скашивают, и дальше засевают тест культурой. Инкубация проводится 18-20 часов при 37 градусах. После инкубации определяют минимальную ингибирующую концентрацию по отсутствию роста на чашках с наименьшей концентрации антимикробного препарата. При постановке метода серийных разведений необходимо тщательно контролировать качество питательных сред, соблюдать методику приготовления рабочих растворов антимикробного препарата и режимы их хранения. Для оценки чувствительности микроорганизмов методом серийных разведений возможно применение коммерческих тест-систем. И применение данных систем позволяет получить достоверные количественные результаты при определении категории антибиотикорезистентности различных штаммов микроорганизмов. Достоинствами микрометода является высокая производительность, возможность длительного хранения заранее приготовленных планшетов и тестирование проводится при величине конечного объема 0,2 мл и даже меньше, что позволяет значительно сэкономить расходные материалы. Для определения диапазона концентрации антимикробного препарата используются таблицы распределения значений минимальной подавляющей концентрации разных микроорганизмов. На основании данных таблиц проводится оценка наиболее распространенных значений МПК для клинически значимых штаммов микроорганизмов. Микроорганизм оценивается как чувствительный при стандартном режиме дозирования, то есть при высокой вероятности эффективности антимикробной терапии при стандартном режиме дозирования. Микроорганизм оценивается как резистентный при высокой вероятности терапевтической неэффективности даже при увеличенной экспозиции антимикробного препарата. Использование метода серийных разведений в бульоне обязательно сопровождается контролями. Во-первых, это контроль роста культуры. Во-вторых, контроль частоты суспензии микроорганизма, который используется для инокуляции. Обычно часто используют концентрацию 0,5 по Макварланду. Также необходимо проводить внутренний контроль качества исследования с использованием соответствующих контрольных референтных штаммов микроорганизма. Для оценки чувствительности штаммов микроорганизмов к антимикробным препаратам довольно часто используется Е-тест. Применение Е-тестов позволяет достоверно определить минимальную ингибирующую концентрацию антибиотиков, противогрибковых препаратов, противотуберкулезных препаратов. Для оценки антибиотикорезистентности также возможно применение системы АЛОМАР, которая представляет собой панель с лунками, которые содержат диски с различными концентрациями антимикробного препарата. И индикатором АЛОМАР БЛЮ. Этот индикатор меняет голубую окраску на розовую при наличии роста. И метод основан на методе серийных разведений. Спасибо за внимание!